Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и, конечно же, случайные зрители. У меня есть для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая новость заключается в том, что выпуск о катакомбах города Мурманска я буду вынужден перенести на конец сентября, начало октября. А хорошая новость – это то, что 18-го числа я уеду в экспедицию на Кольский полуостров, и я надеюсь, что мне удастся отснять качественный видеоматериал о катакомбах города Мурманска, потому что во время летней экспедиции я этого сделать попросту не успел. Ну и помимо всего этого, я планирую оказаться на полуострове Рыбачий, дабы поснимать там тоже кое-что интересное. Ну а сегодняшний выпуск я считаю, что будет не менее интересным, так как посвящен он будет одному мифу, вернее, даже стереотипу. Я расскажу вам о фактических событиях, которые произошли на территории Кольского полуострова в начале 20-го века. Сегодня мы разберем тему интервенции. Но прежде чем я расскажу вам о фактических событиях, которые произошли в период того времени, давайте обратимся к Википедии и посмотрим, что об этом нам говорят официальные источники. Иностранная военная интервенция на севере России, известная также как Северная русская компания, была частью иностранной интервенции в Россию после Октябрьской Революции. Интервенты выступили союзниками Белого движения. Северная компания интервентов началась в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны, и закончилась с полной эвакуацией войск интервентов в сентябре 1919 года. Белые войска, отказавшиеся эвакуироваться вместе с интервентами, продолжили борьбу на севере до начала 1920 года. По сравнению с другими фронтами гражданской войны, Северный фронт имел относительно небольшое значение из-за малого количества участвовавших войск, около 10 тысяч против 100-200 тысяч на Южном и Восточном фронтах. Союзное командование вело себя пассивно, только удерживая первоначально занятые районы, не собирая вступать в борьбу с Красной армией и лишь обороняясь от нее. Присутствие иностранцев было использовано большевиками в пропагандистских целях. Существует мнение, что само присутствие на русской территории иностранных войск принесло белому движению не столько пользы, сколько вреда, так как лишь дискредитировало антисоветские правительства среди народных масс и давало большевистским агитаторам возможность представлять белых как ставленников мировой буржуазии, торгующих национальными интересами и природными богатствами, а собственную борьбу патриотически справедливой. Причины кампании. В марте 1917 года в ходе Первой мировой войны произошли некоторые изменения. После отречения Николая II и формирования Временного правительства президент США объявил войну Германской империи, а позже и Австро-Венгрии. Также США начали оказывать экономическую и техническую поддержку Временному правительству России. В октябре 1917 года к власти в России пришли большевики, которые в начале марта 1918 года подписали мирный сепаратный договор с Германией. Это позволило Германии перебросить часть сил на Западный фронт, и в апреле 1918 года Германия высадила десант в Финляндии. И появилась угроза, что немцы захватят железную дорогу Мурманск-Петроград и стратегически важные порты Мурманск и Архангельск. В этих обстоятельствах английское и французское правительства решили провести интервенцию на севере России. С помощью интервенции планировалось достичь следующих целей. Первое. Не дать большевикам или немцам захватить поставленное антантой снаряжение в Архангельске. Второе. Поддержать чехословацкий корпус, который был рассредоточен вдоль Транссибирской магистрали. Третье. Вновь открыть противогерманский фронт и свергнуть большевиков с помощью чехословацкого корпуса и антибольшевистских сил. И вот скажите мне теперь, вот из этой мешанины и нагромождения информации вы хоть что-нибудь поняли? При чем тут белочехи? При чем тут Транссибирская магистраль, которая вообще находилась? Ну, по сути, черт знает где. Опять же, если большевики подписали с немцами сепаратный мир и война, по сути, кончилась, то о каком захвате железной дороги вообще могла идти речь? В общем, читая Википедию, у меня лично возникает стойкая мысль, что мне впаривают какую-то дичь. И в этом хаосе нужно серьезно разобраться. Ну, а для этого нам, как всегда, нужно обратиться к наиподробнейшей статье товарища майора. Ссылка на статью, как всегда, будет в описании. Сейчас почти все уверены, что интервенция в Мурманске была исключительно с целью захвата территории и установлении своей власти. Интервенты ассоциируются как враги, вторгшиеся на нашу родину. Но так ли это было на самом деле? Давайте обратимся к архивным документам. Шла Первая мировая война. После февральской революции 1917 года Керенский стал одним из ведущих политиков в новом буржуазно-демократическом правительстве, а в марте 1917 года – военным министром. Керенский предложил капитану второго ранга Рощаковскому взять на себя руководство Мурманским районом и проследить, чтобы военные поставки и снаряжения, поступающие сюда в огромном количестве от союзников, бесперебойно отправлялись на юг России, а оттуда на фронт для обеспечения нужд русской армии, которая продолжала сражаться с австрогерманскими войсками. Рощаковский счел, что отречение царя освобождает его от офицерской присяги, поэтому он принял предложение Керенского и отправился на Кольский полуостров, где начал сотрудничать с представителями стран Антанты. Рощаковский поселился в городе Александровске. Оттуда он руководил мероприятиями по усилению обороны района новой военно-морской базы. Это была первостепенная задача дня. Тогда же ему было присвоено Временным правительством звание капитана первого ранга. В мае 1917 года он издал приказ о координации действий военно-морских частей и армейских подразделений и распоряжения о создании солдатских советов в местных воинских частях и подразделениях. Военные грузы продолжали поступать. В городе оказались сосредоточены на складах значительные запасы оружия. Обеспокоенные сложившиеся ситуации англичане направили в начале 1918 года в Мурманск небольшое воинское подразделение на борту старого крейсера королевских ВМС «Глори» под командованием адмирала Кэмпа. Вам это ничего не напоминает? Это все тот же ленд-лиз, только образца 1917 года и помощь союзников в охране поставок. Основной причиной появления воинского контингента стран Антанты в Мурманске являлось опасение того, что немцы могут захватить портовый город на берегу Северного Ледовитого океана, а склады вместе со всем их содержимым окажутся в их руках. Однако политическая ситуация в районе менялась. За зиму 1917-18 годов большевики заметно упрочили свое положение в Мурманске и Архангельске. В дни Октябрьской революции 1917 года Рощаковского на месте не оказалось, и это, вероятно, спасло ему жизнь. Потом он вернулся в Мурманск для передачи дел контр-адмиралу Казимиру Китлинскому, который признал большевистское правительство. Китлинский, однако, успел побыть в своей новой должности недолго и был застрелен мятежными матросами в феврале 1918 года. Большевики укрепили свои позиции и ходивший когда-то кочегаром на судах Алексей Михайлович Юрьев, псевдоним Алексеев, стал председателем местного совета. Бывший кочегар успел поработать до этого в Нью-Йорке и там завязать тесные отношения с Троцким. Юрьев прибыл в Мурманск в ноябре 1917 года на пароходе Вологда, входившем в состав судов добровольного флота. От экипажа Вологды он был избран представителем в Совет рабочих и солдатских и матросских депутатов, созданный в Мурманске, а затем стал одним из его руководителей. Ну а теперь внимание! Экспедиционный корпус союзников, в основном британцев и французов, начал сотрудничать с большевиками как при планировании военных операций, так и в других вопросах. По факту весной 1918 года большевистская администрация сама обратилась к англичанам с просьбой о высадке вооруженного контингента. Большевики опасались, что часть финской армии генерала Маннергейма смогут овладеть складами с вооружением, поступившим от союзников, и установят свой контроль над железной дорогой, связывающей Кольский полуостров с Петроградом. 1 марта 1918 года Мурманский совет. Во главе председателя Юрьева информировал Совет народных комиссаров о совместно разработанном предложении с британским контр-адмиралом Томасом Кемпом. Предложение сводилось к защите силами британских войск Мурманской железной дороги от войск Белофинов и Германии. Лев Троцкий, который на тот момент был народным комиссаром по иностранным делам, ответил, что такое предложение следует принять, после чего 2 марта 1918 года Юрьев заключил соглашение следующего содержания. Первое. Высшая власть в пределах Мурманского района принадлежит Мурманскому совдепу. Второе. Высшее командование всеми вооруженными силами района принадлежит Мурманскому военному совету из трех лиц, одного по на значению советской власти и по одному от англичан и французов. Третье. Англичане и французы не вмешиваются во внутреннее управление районом. О всех решениях Совдепа, имеющих общее значение, они осведомляются в тех формах, какие по обстоятельствам дела будут признаны нужными. Четвертое. Союзники принимают на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами. Документы внешней политики СССР. Том 1. Страница 221. То есть, по сути, вы нам во всем помогаете, никуда при этом не лезете и снабжаете всем необходимым. И уже после заключения данного соглашения, 6 марта 1918 года с английского линейного корабля «Глори» в Мурманске высадились два отряда английских морских пехотинцев в количестве 176 человек. А на следующий день на мурманском рейде появился английский крейсер «Кокран», а 18 марта – французский крейсер «Адмирал Оба». Несколько дней спустя, после заключения данного соглашения и высадки десанта, мурманский совет издал специальное обращение, в котором говорилось о безответственных лицах, распространяющих слухи о якобы враждебных действиях союзников и англичан в частности. «Сейчас мы стоим перед грозной опасностью германского нашествия», – говорилось в этом документе. «Союзники дружески предложили нам свою помощь как в снабжении продовольствия, так и в военной силе. Поэтому всякие злостные слухи по адресу наших союзников должны рассматриваться как провокация германского империализма». Архангельский губернский исполком Мурманск относился к Архангельской губернии и исполком Мурманской железной дороги выступили против политики Юрьева и обратились по этому поводу в Совнарком. Троцкий, однако, 22 марта ответил, помощь заинтересованных иностранцев допустима, а Мурманский совет действует по его указаниям. Эту телеграмму Юрьев опубликовал в известиях Мурманского совета РСД номер 57. Впоследствии и представители Архангельского исполкома изменили свое мнение. В частности, вернувшийся в начале апреля из Москвы член Аланецкого губосполкома Щеголев доложил, что там известно о Мурманском соглашении и существует единое мнение о необходимости принять его в силу сложившихся обстоятельств, поскольку союзники не вмешиваются в наши внутренние распорядки и не покушаются на власть советов. «Мы можем согласиться на помощь самого черта и его бабушке, раз нам это выгодно», – заявил, по словам Щеголева, заместитель наркома по иностранным делам товарищ Чичерин. В нашем положении приходится идти на некоторые исключения и соглашения с империалистами. Ленин же избрал хитрую позицию и передал Юрьеву, если вы добьетесь письменного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к скорой ликвидации такого запутанного положения, которое создалось. В начале мая 1918 года прошла на редкость примечательная военная операция. На борт Кокрейна вместе с отрядом красноармейцев и революционных матросов, общей численностью 40 человек, поднялись британские морские пехотинцы. С этим сборным отрядом на борту Кокрейн направился в район Печенге, откуда поступили известия о том, что местную власть захватили финские белогвардейцы. Соединенный десантный отряд вступил в бой с финнами. Боевые столкновения в этом районе продолжались несколько дней. Британцы выслали подкрепление, а со стороны русских к десанту присоединились 15 пограничников местного гарнизона. И вот именно здесь, на севере, сложилась удивительная ситуация. Британские солдаты сражались бок о бок с большевиками и красноармейцами против белогвардейцев генерала Маннергейма. Попытки финнов закрепиться в Печенге были отбиты, но тем не менее советская власть в Мурманске продержалась недолго – всего лишь до лета 1918 года. Ситуация менялась, РСФСР, выйдя из войны на позорных условиях и предав бывших союзников, полностью пошла на поводу у Германии. 6 мая германский посол Мирбах вручил ноту с ультимативными требованиями в адрес советского руководства о прекращении присутствия Антанты и расширении своего военного присутствия на севере. На ночном заседании ЦК РКПБ с 6 на 7 мая было принято решение немецкому ультиматуму уступить. 14 мая в докладе на расширенном заседании в ЦИК о внешней политике. Владимир Ильич Ленин уделил значительное внимание ситуации на Мурмане, рассматривая ее в контексте сохранения мира с Германией. Он с удовлетворением зачитал сообщения советского полпреда в Берлине и Оффе о том, что Германия согласна содействовать переговорам Советской России с Финляндией и сама агрессивных планов не имеет. В ходе обсуждения доклад председателя Совнаркома был подвергнут серьезной критике. Мартов охарактеризовал его как реферат, но не как отчет первого министра. Где текст германских требований? Почему правительство не публикует германских документов о Мурмане? Как оно относится к ним? Спрашивали оппоненты. Новые в кавычках союзники заволновались и восприняли эту новость как предательство. Они добились смены Троцкого на Чечерина на посту Наркома внутренних дел 30 мая. И уже 6 июня 1918 года Ленин и Чечерин потребовали от Юрьева прекратить содействие нарушающим нейтралитет британцам и французам. Вот обратите на это внимание. То есть Юрьеву приказано прекратить содействие не захватчикам, не интервентам, а именно тем, кто нарушает нейтралитет. И вот интересно, как, по мнению Ленина, Юрьев должен был поступить? В ответ Ленину Юрьев утверждал, противосоюзническая политика края Совдепа невозможна. 21 июня Юрьев предложил главному штабу привлечь к обороне Мурмана военные силы США. Ну а 26 июня Ленин послал Юрьеву последнюю телеграмму. Если вам до сих пор не угодно понять советской политики, равновраждебной и к англичанам, и немцам, то пеняйте на себя. 30 июня на расширенном собрании Центра Мура Юрьев добился поддержки матросов в осуществлении политики идти рука об руку со всеми бывшими союзниками в борьбе с врагами России, Германией и белофинами. 2 июля 1918 года в газете «Известия в ЦИК» было опубликовано краткое оповещение, что председатель мурманского Совдепа Юрьев, перешедший на сторону англо-французских империалистов и участвующий во враждебных действиях против Советской Республики, объявляется врагом народа и становится вне закона. Подпись Ленин. На смену советской власти на Мурмане пришло русское временное правительство Северной области. Красный флаг, несколько месяцев развивавшийся на здании мурманского совета, был спущен. Юрьев, сыгравший такую заметную политическую роль во время короткого периода установления советской власти в Мурманске и которого американский представитель описал как честного моряка со здравым смыслом, занял второстепенную должность в администрации нового правительства. Потом он работал переводчиком у американского консула в Мурманске Пирса, а когда советская власть снова укрепилась на Мурмане, Юрьева арестовали. В феврале 1920 года Юрьев был приговорен московским рефтрибуналом за преступную сдачу Мурманска к расстрелу, но виновным себя он не признал. В связи с отменой смертной казни постановлением в ЦИК от 17.01.20 расстрел был заменен на 10 лет тюрьмы. По одним данным, Юрьев 16 января 1922 года был досрочно освобожден, по другим продолжал находиться в заключении. Его дальнейшая судьба нам неизвестна, но зато нам теперь известно, кем на самом деле являлись те, кого до сих пор называют интервентами. Ведь по факту это бывшие союзники, которые помимо всего прочего сражались бок о бок с красноармейцами. И если бы не их помощь, то еще в 1918 году и Мурманск, и большая часть Кольского полуострова принадлежали бы Германии и Финляндии. Тут не нужно быть великим предсказателем, чтобы это понимать. Справедливости ради хочу заметить, что во второй советско-финской войне 1921 года финнам все же удалось захватить Пичингу, и она стала частью Финляндии вплоть до осени 1944 года. Но это уже совсем другая история. Ну а это расследование подошло к концу. Я же перед тем, как с вами попрощаться, хочу сказать, что в последующих моих выпусках вас ожидает много нового и интересного. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.